Ангел, но небеспечный. Иван Нестеров очень ответственно относится к своему хобби. Дома ждёт семья. Ну привет, Беззубик. Готов прокатиться. Беззубиком Иван назвал своего железного коня за внешнее сходство с мультяшным дракончиком. Кататься спортбайк ещё не готов, потому что Иван, как и положено, его законсервировал на зиму, чтобы эксплуатировать потом транспортное средство долго и счастливо. Первым делом он стёр все старые смазочные материалы с корпуса, проверил состояние органов управления, прокачал тормоза. Чтобы расконсервировать его, его нужно законсервировать на зиму. Для этого необходимо, соответственно, мотоцикл тщательно отмыть от всей грязи. Непосредственно все детальки, движущие элементы, это поход подвески, цепь, всё нужно смазать, запшикать силиконом. Для того, чтобы в зимний период с перепадами температуры детали не окислялись и не выделяли ржавчину. Также необходимо, в первую очередь, заправить полный бак бензина. Это тоже для того, чтобы в момент перепадов температуры тоже бак не окислялся, чтобы потом этот мусор не попадал в камеру сгорания, а мотоцикл продолжал дальше работать исправно. А также заменил фильтры, свечи зажигания, масло, тормозные колодки. Все расходники для мото в разы дороже обычных автомобильных, а также быстрее изнашиваются. Комплект оригинальных колодок, например, стоит около 8 тысяч рублей. А общая сумма необходимого апгрейда к сезону – порядка 30 тысяч. Прибавим сюда базовую стоимость самого аппарата, который стоит как хорошая машина, и получаем, что мотоцикл – это не средство передвижения, а роскошь. И, казалось бы, позволить такое себе могут единицы. Но вот уже 3008-й мотоцикл встал на учет в Сургутской ГИБДД. На улице байк привлекает внимание независимо от возраста. Дети, конечно, смотрят с восторгом. Скажу по своей дочке, дочка со мной катается часто. Я приезжаю, когда во двор домой, он у меня, ну, стоит в основном во дворе. Когда приезжаю во двор, и если есть такая возможность, и погода позволяет, я ее сажу перед собой, и аккуратненько по двору мы, соответственно, катаемся. Для этого есть специальный шлем. Восхищение вызывает массу людей. Восхищается именно мотоциклами, вне зависимости от того, какой он, там, спортивный, чоппер, или, там, круизер, там, большой, маленький. И такое внимание не всегда хорошо. Уж сколько раз твердили миру, что залезать и делать фото на чужом байке без спроса нельзя. Это все равно, что сесть в любую машину на парковке и удивляться, почему хозяин недоволен. Плюс это небезопасно. Можно обжечься от двигатель. Сами мотоциклисты от горячих частей защищены экипировкой. Да и вообще много от чего защищены. Ребят, это серьезно. Если обратить внимание на потертости мотоцикла, вот эта буквально скользячка была в том году. Если бы не мотоэкипировка, то, возможно, последствия были бы гораздо хуже. Объясняю, что мотоэкипировка, пусть она и стоит приличных денег, но она спасает все-таки не полностью, но частично защитит вас от легких падений и скользячек. Иван попадал в ДТП и посерьезнее 10 лет назад под Екатеринбургом. Очевидцы думали, что уцелеть в такой аварии невозможно, но байкер оказался живее всех живых. Мотобратья тогда сказали, какой-то ангел тебя охраняет. Так дорожное имя «Ангел» и закрепилось за пилотом. Теплая погода и день рождения родного мотоклуба. Все совпало для того, чтобы приехать к товарищам, не только поздравить, но и поговорить о делах. Во-первых, надо учить новичков ездить в колонии. Во-вторых, надо самим подтянуть свои навыки после зимнего перерыва. Все ошибки у нас происходят от того, что мы неправильно сидим, некомфортно себя чувствуем. Закрепощенно себя чувствуем. Да, да, то есть не надо раскрепоститься. И вот я знаю, как это донести теперь очень... С инструкторами нашими по скоростному маневрированию, элементам, говори это, добавьте что-то вместе, скорректируйте нашу трассу, чтобы она была правильная, чтобы была для девочек находчивая. В-третьих, есть предложения от разных общественных организаций города и района поучаствовать в совместных мероприятиях, в основном благотворительных. В-четвертых, есть планы на дальние поездки. И в-пятых, нужно привести в порядок все финансовые потоки клуба. Планы какие? Маша, на тебе узнать по поводу площадки на Зачьем острове. Виталий, вы с Апсаном должны распланировать поездку, рассказать, какие у вас байкпосты, чтобы мы созвонились с ребятами из других городов, организовали вам встречу. Также перед поездкой необходимо, чтобы вы с Игорьком прокатились по площадке. Нужно посмотреть, можете, не можете. Мотокультура Сургута – клуб молодой, ему всего год. Но они уже успели провести в прошлом сезоне серьезное мероприятие – открытую тренировку по экстремальному вождению для байкеров, которая оказалась настоящим праздником и шоу для жителей Барсова. В этом году ребята готовят фестиваль совсем другого формата – бардовского. По иронии судьбы, в самом мотоклубе никто не поет, они надеются на талант гостей. Мы хотим немножко поменять стереотип о фестивалях мотоциклетных, то есть это не будет жесткого рока, это не будет полуголых мужиков где-нибудь в речке плавать. Мы хотим кушать шашлык под красивую музыку. Мы хотим как раз-таки кинуть клич по всему хмау, чтобы собрались гитаристы, собрались музыканты. И приехали, кто может стесняться, кто может не знает, где самовыразиться, приехали к нам и спели в дружеской обстановке на сцене для нас, для всех. Сознательность клубных байкеров положительно отмечает и руководство ГИБДД. Все инспекторам они доставляют меньше всего проблем. Кроме того, еще и самостоятельно устраивают мероприятия, пропагандирующие безопасную езду. Но, увы, таких мало. Только за прошлый сезон мотоциклисты нарушили правила дорожного движения 280 раз. А это значит, профилактическим рейдом быть и внимание инспекторов обеспечено. С 1 мая мы начали, провели встречу с представителями мотоклубов. Пообщались, выслушали их, какие у них вопросы к нам, какие у нас к ним вопросы. Поэтому все вот эти нюансы, рабочие встречи уже проведены. Представители мотоклубов, они как бы сами заинтересованы за порядок. Там все взрослые люди уже давно, которые ездят на мотоцикл, которые любят этот транспорт. И для них это не баловство, не шутка, а для кого-то даже образ жизни. Екатерина Любешева, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей.